Всем привет! Добро пожаловать в моё новое видео. Сегодня я буду показывать очередную подборку ароматов на месяц-два, начало осени. Первый аромат это Daisy Marc Jacobs Also Fresh. То есть такая водичка свеженькая, как и говорит имя само за себя. Флакончик, конечно, интересный, красивый, но очень неудобно, непрактично где-то хранить, занимает много места. Захотелось мне его взять именно на дни, когда может быть ещё жарко, но не хочется чего-то сладкого, а чего-то свежего, потому что это такой цветочный, свежий, нечистый, но это даже более весенний аромат. Но я почему-то не взяла его в весеннюю подборку или ещё какую-то, а захотелось сейчас. Ой, он такой классный, что-то мне напоминает, что-то ещё знакомое. Он такой свежий, цветочный, стильный, очень универсальный, мне кажется, подойдёт на утро, вечер и день, я не знаю, на любое время. Классный, но при этом женственный, он немножко такой крутой аромат, и опять-таки он как будто такой, знаете, вдох цветочной свежести, такой какой-то очень приятный. Так, вот эта красотка, честно, сама напросилась, я знаю, что этот аромат уже привлекался всем, это яра, обычная, розовая, вкусная. Для меня это, да, молочность, но это такой клубничный, очень-очень вкусный молочный шейк такой, или ягодный просто. Но при этом есть какая-то такая лёгкая десертная нотка, классный, женственный, такой девчачий, несерьёзный даже, но хороший аромат. Почему я напросилась, потому что я уже выбрала ароматы, вижу, этот лежит на полу, ждёт своей очереди. Ладно, возьму тебя уже в свою подборочку, и это чудесный аромат, ничего плохого сказать не могу. Ну, стойкость, разве что такая себе, как для арабских ароматов, типичная, как мне кажется. Почему не захотелось его взять, потому что я сейчас пользуюсь, даже летом, не совсем подходит, но мне очень нравится. У меня такой есть лосьон с миндально-ореховым ароматом, но такой пряный, вкусный, прям вкусняшка-кусняшка. Мне кажется, вот к этому лосьону очень подойдёт вот этот аромат. В нём есть такая тоже лёгкая десертная нотка, будет классно. Что-то у меня на такой прёт ещё, да, не осень-зима обычно, на такое время хочется, что-то такое гурманское, я не знаю, пряное, а вот мне захотелось сейчас. Ещё один розовый аромат сюда хорошо будет вписываться, это вот этот красотульчик. Не так давно он у меня в коллекции, это Hooked Perfum Rue Broca. Красивый флакон, тяжёлый, всё классно, отлично подойдёт сейчас. Если, знаете, для вас типично на лето эскадо, вот эти коктейльные фруктовые ароматы, вот это что-то похожее. Но на самом деле это дюб на ангел нова, вот малиновый этот, звёздочка такая. Фруктовый, лёгкий, какая-то кислинка есть фруктовая. Мне кажется, сейчас не будет нравиться им пользоваться. Такой вот здоровенный прямомугольный флакон. Он у меня уже давненько, но я почему-то ни разу его не брала в мои подборочки такие, да. Это бренд, который называется... Давайте я вам покажу. Вот внизу пишет. Bay, Bite, Al-Bakhur. Tofa, по-моему, или Tohva Pink. Розовый, да. У них есть ещё синий, чёрный, ну, возможно, это мужские, я не знаю. Это женственно, но при этом очень стильно. У него есть какая-то такая характерная нотка. Я открыла его, думаю, брать, не брать. Он мне похож, очень оно любимый Dolce & Gabbana чёрный такой кубик, но чуть более цветочный, наверное. Что-то есть сладенькое, там тоже есть и кокос, ещё что-то. Он мне вот так женственно-розово-кокосово пахнет. Вот, такой классный, я просто обалдею от этого аромата. И когда мне захочется в дни что-то менее свежее, менее цветочное, вот буду брать вот этот. Это Pure Romantic Eau de Parfum Jean Arthès. Или Arthès, не знаю, Arthès. Это ничего нового, если вы заглядывали на мои видео, парфюмерные любите их, смотрите их, я не знаю. Это очень классный, такой сочный-присочный, очень похожий на мой любимый My Way. Вот этот. My Way-чик мой хорошенький. У меня тюрочка, мне хватает. У меня есть два или три, нет, два дюпа. Вот этот очень похож и Zara Sublime Epo, по-моему, называется. Мне захотелось взять этот, потому что этот я ещё ни разу не доставала. И вы знаете, для меня этот аромат, вот этот My Way, Giorgio Armani, это на любой сезон. Конечно, вообще не стоит разделять или определять ароматы на сезоны, под настроение, под ваш вкус, стоит носить всё, что вам хочется, когда вам хочется, вот так я считаю. Но вот лично я в разное время, у меня есть желание на разные ароматы. Летом, например, я не совсем люблю такие тяжёлые, насыщенные, сладко-гурманские. Хотя я тоже знаю, может быть. А вот это, что такое уникальное, оно и лёгкое, и какая-то свежинка фруктовая есть, и сластиночка такая приятненькая, что я его обожаю как зимой, так и летом, как осень, так и весной. Для меня этот аромат в любое время, ну просто обожаю его. Он меня радует, даёт позитив, я просто упиваюсь им, когда наношу. Ну, прелесть, моя такая прелесть. Люблю такой аромат. Лёгкий, приятный, немножко секси-сладкий. Что сюда поместим? Мне кажется, сейчас ему будет как раз-таки время, потому что на осень, зиму отложу его, аж до следующего лета, возможно. В общем, это для меня такой, знаете, молочно-франджипани. По-моему, сандал там есть. Есть такой немножко слегка пряный летний аромат. Ему очень подходит вот эта золотисто-белая упаковка. Он такой насыщенный довольно-таки. Такой какой-то... Вот сейчас я слышу его даже чуть иначе. Что-то он напоминает мне. Такой какой-то уход орехово-миндальный. Вот как мой лосьон на данный момент. Я, если не забуду, ставлю картинку из ДМ. Ничего особенного. Он бюджетный, но он такой классный. Он, мне кажется, тоже будет хорошо к этому лосьону. Буду носить. Попробую. Будет нормально, мне кажется. Не совсем по сезону, как мне кажется. Но мне что-то захотелось такой секси. Может на вечер куда выйти, да? Или еще что-то. Это вообще-то мой такой более зимний аромат. Но я его открыла, понюхала. Мне он так нравится. Little Black Dress. The Dress. Именно. Именно если он еще у Avon. Это Avon. Он такой, как вот эта маленькая черная платьица. Да? Такое классичное. Но более искристый, праздничный. И мандаринка какая-то там есть. По-моему. Ой, очень-очень классный. Мне нравится. Вот. Не хочется иногда. Такой какой-то ягодный нос. Какой-то сыростью чуть-чуть. Яркий, девчачий, романтичный, легкий аромат. YSL. Mon Paris. Это, если не ошибаюсь. А нет, это Eau de Parfum. Почему-то я думала, что у меня туалетная вода. Нет, это парфюмерная версия. И я прям не фанатею вот этого аромата. Должна сказать. Может, я его прочувствую. О-о-о. Так. Я помню, когда я его только купила, начала пользоваться. Он не такой слишком легкий. Даже как не парфюмная версия, а туалетный оказался. Поэтому я иногда путаю, сама себя запутываю, что это все-таки парфюмная версия. Легкий, цветочный, клубнично-фруктовый. И пачули. Вот эта сырость такая классная, стильная от пачули. Вот мне что-то захотелось. Я сразу так открыла, знаете, свою полочку с ароматами. Вот вижу его, думаю, вот, твое время настало. Дальше. По традиции у меня должен быть всегда арабский аромат, какой-то люксовый. Эйвен обязательно. И обязательно всегда стараюсь брать Зару. У меня есть много ароматов Зары. Чтобы пользоваться ими, да. Это будет такой кисло-фруктовый аромат на каждый день. Легкий. Называется Stunning of Venice. Мне очень нравятся, кстати, вот эти ароматы, которые Джоналон для Зары сделала. С вот этими черными крышечками. Я бы, если бы мне очень хотелось, я бы, наверное, скупила их больше. Это Odepafone. Odepafone. Очень такая, довольно-таки насыщенная версия. Но не все ароматы стойкие. У меня были некоторые очень классные ароматы. Прямо в моем вкусе. Но они слетали с меня, либо я перестала их слышать буквально через 5 минут. Стойкости вообще никакой. Но не все. Есть у меня еще два других аромата. Один вообще по стойкости не хуже некоторых люксовых. Вот этот я уже не помню. Но надеюсь, что он хоть чуть-чуть будет слышаться, носиться. Очень такой. Вот я не знаю почему, но это кислинка. Да, кислость, но такая классная, сладко-кислая такая нота. Как будто какие-то ягодки такие кисленькие. Люблю. Люблю такое. И я уже буквально в конце поменяла. Взяла один Avon-ский аромат, а потом все-таки взяла вот этот. Потому что это тоже как выглядит флакон. Как он звучит. Это чисто аромат на позднее лето, начало осени. Avon Incandescence Soleil или солнце. Это просто, знаете, бюджетная версия эскадо. Какой-то фруктово-коктейльный, сладкий, классный. Просто фрукти-ки. Не знаю, я не слышу здесь никаких нот. Он простенький, понятненький. Попшикал, побежал и не заморачиваться. Вот не знаю, что взять. Взяла вот это. Вау. Обычно я беру больше ароматов, потому что я не могла определиться. А сегодня эта подборка. Я даже не могла набрать 10 ароматов. Мне почему-то захотелось уменьшить коллекцию. Что-то поменьше пользоваться. Опять-таки у меня есть уход для тела, которым я сейчас наслаждаюсь. Это спрейчик Soleil de Janeiro. Soleil de Janeiro, номер 62. Солёно-карамельно-фруктовый. Ну, такой классный. Я просто балдею от него. Вместе с моим любимым лосьоном, которым я уже подружала нам все уши. И на удивление мне сейчас очень хорошо зашёл мой спрейчик от Victoria's Secret. Не взяла вот в эту подборку, потому что это стоит у меня в ванной. На видом месте я приняла душ, помазалась каким-то кремом. Попшикалась вот этим лосьоном и всё, балдею. Вот эти два средства у меня прям на каждый день. То, что надо. А потом, когда всё это немножко так усаживается, утихает, то я наношу парфюмчик или куда иду. Дома не наношу, как обычно. Вот. Такая вот подборочка. Напишите, какие ароматы используете вы сейчас. Надеюсь, вам было интересно со мной. Заглядывайте на мои либо косметичные, либо парфюмерные видео. Всегда рада вашим просмотрам. Увидимся скоро. Пока-пока.